Как дела, мои ненаглядные мамкины ютуберы? Как вы уже знаете, в 40-х годах прошлого века Михаил Калашников разработал то, что станет самым распространенным оружием на планете. Автомат Калашникова. Оружие, которое буквально изменило мир. По мере того, как расширялся Советский Союз и в его составе появлялись все новые и новые республики, они выдавали им лицензии и техническую документацию, следовательно, эти республики могли производить свои версии автомата Калашникова. То есть они могли иметь свою штурмовую винтовку. И когда настала очередь Чехословакии, она остановилась и посмотрела на все знания и опыт, накопленный за более чем 10 лет производства и отладки изготовления автомата Калашникова, и сказала, «Не». И вместо него они изготовили вот это. Это VZ-58. Что же это нахрен такое? VZ-58 был разработан, опять же, как штурмовая винтовка под патрон 7,62х39. Абсолютно такой же патрон, как в автомате Калашникова. Я буду сравнивать эту винтовку с автоматом Калашникова или АКМ в этом видео довольно часто, потому что он разрабатывался как альтернатива АК. И некоторые люди думают, что он действительно лучше. Правда ли это? Давайте постараемся это выяснить. VZ-58 довольно изящный, но как он в сравнении с АК? Давайте обсудим. Поговорим о VZ-58. Как только закончилась Вторая мировая, началась Холодная война. Соединенные Штаты и Россия, в то время СССР, старательно готовились к Третьей мировой войне, которая так и не наступила. До недавнего времени мое поколение думало, что это зарубежная концепция. По мере того, как СССР распространял свое влияние в Восточной Европе, многие страны стали советскими республиками. И эти республики, по задумке, должны были производить штурмовые винтовки для подготовки к невиданному вторжению НАТО. Поэтому Калашниковы производились в России, Болгарии, в Польше, в Восточной Германии, в Румынии, Югославии. Кого ни назови, они выпускали АК. Курочка в каждой кастрюле и Калашников в каждой руке. Хотя, по-моему, с Курочкой не вышло. Все в Восточной Европе изготавливали Калашниковы. Разумеется, кроме Чехословакии. Вместо производства Калашниковых, в 59-м, они начали производить это. Визет 58. Может, он и выглядит как еще один вариант АК, но я уверяю вас, что это не так. Даже несмотря на то, что это штурмовая винтовка времен Холодной войны с деревянным прикладом, деревянным цевьем, деревянной пистолетной рукоятью и промежуточным патроном. Это, друзья мои, не Калашников. Когда мы его разберем, вы поймете, почему, даже несмотря на то, что он использует знакомые нам патроны Калашникова 7,62х39. Чтобы продемонстрировать потенциал данного патрона, мы проведем тест пробития White Claw. Проверяем твое превосходство через 3, 2, 1. Готово. Ну да, неплохая поражающая способность. Меня так не рвало еще с нового года. Я буквально слышу, как вы говорите, Брэндон, он же выглядит очень похоже на автомат Калашникова, почему это не его разновидность? И эту информацию я счастлив предоставить всем своим подписчикам. Предупреждаю сразу, если вы не подписаны на канал и продолжите просмотр, следующее блюдо, которое вы разогреете в микроволновке, внутри будет холодное. Как бы вы не поворачивали тарелку. Оно будет горячее снаружи и ледяное внутри. Прямо как я. Но у моих подписчиков таких проблем не будет. Перед тем, как мы его разберем, я бы хотел отметить переключатель режимов огня. Я его ненавижу. Во-первых, для всех правшей, как и я, он расположен с неправильной стороны. Быть может, вы подумали, он ведь расположен с той же стороны, как и на Калашникове. Но в этом случае переключатель имеет такую форму, что вы можете удобно пользоваться им средним или указательным пальцем. А здесь приходится заводить ладонь за пистолетную рукоять и переключать его довольно странными движениями. В то время как на AR-15 используется абсолютно такой же трехпозиционный переключатель, но на левой стороне, под большим пальцем. Видите? Либо средним и указательным пальцами, ну или большим пальцем. В этом месте пальца у вас нет. Хотя, может, и есть. Но он не должен там быть. Но это мое личное замечание. Так почему же это не АК? Давайте поговорим о самой конструкции оружия. На АК применяется длинноходный поршень. То есть газовый поршень жестко соединен с затворной рамой. Благодаря этой детали все и работает. Часть пороховых газов проходит через газовый блок, воздействует на газовый поршень, и это приводит в движение все механизмы. Отбрасывается гильза, заряжается новый патрон, а в VZ-58 поршень с коротким ходом. Небольшой поршень здесь, для работы автоматики, но он не соединен. Не падай. А здесь, зафиксирую в заднем положении, вот это сквозное отверстие в корпусе целика, здесь это часть ствольной коробки. Вся ствольная коробка здесь это одна большая деталь. В этом отверстии перемещается наш газовый поршень и толкает затворную раму. Пуля летит по стволу, пороховые газы за пулей проходят через газовый блок, толкают поршень, поршень пинает затворную раму. Цикл завершен. Еще одно отличие, это гораздо более высокий темп стрельбы, чем у автомата Калашникова. Это то, насколько быстро проходит цикл, и можно выстрелить следующий патрон. И также это определяет скорострельность в автоматическом режиме. Многие люди считают это главным преимуществом. Скорострельность у него выше, и поэтому VZ-58 лучше автомата Калашникова. В некоторых случаях это преимущество, но это также значит, что патроны у вас закончатся быстрее, и при этом намного сложнее вести прицельный огонь. Давайте вернемся на полигон и сравним. Сперва, темп стрельбы добротного АКМ. Ох, как же я его люблю. Это одна из наших сборок, поэтому газовая система здесь настроена просто отлично. С такой скорострельностью довольно просто вести прицельный огонь. Несмотря на то, что не все пули летят точно в цель, у вас формируется прекрасное понимание того, куда вы попадаете. Абсолютно тот же патрон, но в более высоком темпе стрельбы VZ-58. Мне пришлось использовать немного более агрессивную стойку в этом случае. Это вызвано более крутой стрельбой. Шутка, это вызвано более высоким уровнем отдачи. У этой винтовки есть еще одна особенность, от которой я просто без ума. Этот небольшой участок раскаленного металла в районе передней вставки, который раскаляется от патронника, вот эта милая стальная полоска, которая расположена очень близко к цевью. Если обхватить цевьё поудобнее, на ладони останется ожог. Из неё определенно сложнее вести прицельный огонь. Во время стрельбы очередью я понимал, что бью гораздо выше цели. Особенно на ближней дистанции её не так уж и сложно удержать, но всё же вести прицельный огонь из неё намного сложнее, чем из АКМ. Также я хочу отметить две вещи. Первое. Это небольшое кольцо для ремня, это не то, что мы здесь наколхозили, это оригинальный аксессуар этого оружия. Я хотел сказать Чехословакии, чтобы они образумились, но... Ещё одна вещь — это дульный тормоз. Здесь у нас простая дульная гайка с правосторонней резьбой 14х1. Вариации АК обычно имеют левостороннюю резьбу 14х1. Размерность резьбы одинаковая, но они её зеркально развернули, безо всякой на то причины. И несмотря на одинаковый размер резьбы, дульные насадки от АКМ сюда не подходят. И раз уж мы заговорили о взаимной совместимости, несмотря на одинаковый патрон, магазины здесь несовместимы с АКМ. Визет 58 использует магазины оригинальной конструкции по причине наличия затворной задержки последнего патрона, что нужно признать само по себе довольно удобно. Но всё же, это значит, что в этих винтовках не сможет использоваться самый распространённый автоматный магазин всех времён. Чтобы понять, по каким ещё причинам эта винтовка не является АК, давайте быстренько разденем её, и покажем вам, какова она без одежды. Также хочу отметить, что нельзя начать разборку этого оружия при взведённом ударнике. Сперва нужно произвести спуск. После этого можно снимать эту деталь. Здесь у нас две возвратные пружины. Одна для затворной рамы и затвора, а вторая для ударника. Вот уже большое отличие. Почему здесь имеется ударник? Это потому, что здесь УСМ не куркового типа. Там внутри нет курка. Ничего не напоминает ударно-спусковой механизм Калашникова. Вынимаем затворную раму. В задней части здесь расположен ударник. И спереди у нас затвор. И в заднем положении, когда затвор закрыт, эти упоры опускаются вниз и фиксируют затвор. Вот в тех углублениях ствольной коробки. В таком положении затвор остаётся до того момента, пока газовый поршень не толкнёт затворную раму. Она отодвинется назад. Затвор сможет выйти из запирания. И цикл продолжится. Те из вас, кто знаком с принципом работы автоматики АК, сразу заметят существенные отличия. В АК применён поворотный затвор и ударно-спусковой механизм куркового типа. Вы можете подумать, что это всего лишь разница в определениях, но я вкратце описал вам принцип действия этой винтовки и никакие её особенности, кроме факта наличия газовой автоматики, не повторяют схемы работы автомата Калашникова. Также штык-нож довольно странный. Вообще, мне нравится форма этого штык-ножа. Выглядит он довольно круто. Вот только мне не нравится способ его крепления. На Калашникове, да и на любом другом оружии в мире, штык-нож вставляется спереди и запирается таким образом. Но штык-нож VZ-58 вставляется сзади. И это значит, что он снимается в том же самом направлении, в котором вы прикладываете к нему усилия, когда колете что-то твёрдое. Грёбаные инженеры, я не знаю. Но хорошая новость в том, что он вполне способен сделать это. Цель уничтожена. Вернёмся к вопросу о том, почему это не разновидность АК. Я показал вам принцип работы этой винтовки, она не имеет почти ничего общего с принципом работы Калашникова. Быть может, вы подумаете, что из-за деревянной фурнитуры и использования того же патрона её можно считать вариантом АК. Но тот факт, что МП-5 в калибре 9 мм и имеет пластиковую фурнитуру, совсем не значит, что это Глок. В фабричном варианте, ни одна деталь от АК не подойдёт на эту винтовку. И наоборот. Мы поняли, что это не АК. Но главный вопрос в том, правда ли, что он лучше АК. До этого момента я не высказывал своё мнение. Но лично я думаю, что нет. Давайте быстро рассмотрим все за и против. Прошу не судить, Визет 58 строго. Он немного легче, чем АК. Если я не ошибаюсь, примерно грамм на 200. Может, в том числе и поэтому справиться с отдачей здесь немного сложнее, чем на АК. Но всё же он легче. Значит, это преимущество. Схема крепления приклада здесь довольно удобная. Можно использовать и фиксированный, и складной приклад, не меняя заднюю вставку. Это очень удобно. В нашем случае задней вставки нет, ствольная коробка фрезерованная. Короткоходный газовый поршень в теории благотворно влияет на точность стрельбы. У него есть затворная задержка последнего патрона. Также есть специальный вырез для того, чтобы использовать обоймы при снаряжении магазина, без его снятия с оружия. Последнее, что мне пришло в голову, это то, что их использовали вместо АКМ в фильме «Оружейный барон». Я думаю, это круто. А теперь недостатки. Он воняет. Ладно, теперь серьёзно. Мне не нравится этот переключатель. Он странный, и я его ненавижу. Он просто плюёт в лицо человеческой эргономики. Здесь не получится выполнить быстрые перезарядки, ну, либо тут будет намного сложнее по-крутому откинуть магазин одним ударом, потому что защёлка полностью перекрывается спусковой скобой. Не подходят магазины от АК, несмотря на одинаковый изгиб магазина и используемый патрон. Ведь магазины для АК широко доступны даже сейчас. Хоть эта винтовка и конструировалась, якобы с упором на точность, на это указывает короткоходный газовый поршень, но здесь это не даёт каких-то преимуществ, так как используется патрон с М62х39. По сути, этот патрон имеет эффективную дальность поражения 300 метров. Можно достать цели подальше, но, как правило, 300 метров — это максимальная прицельная дальность поражения для среднего призывника. И раз уж был упор на точность, зачем тогда они укоротили ствол почти на дюйм? Конечно, на 7,62х39 это не сильно влияет, но всё же зачем? Этим они немного сократили дульную энергию и длину прицельной линии. И как можно было говорить о точности, когда повышенный темп стрельбы намного усложняет ведение прицельного огня даже короткими очередями? Они взяли увесистый патрон 7,62х39, который не славится точностью на дальней дистанции, и стали использовать его с более лёгкой винтовкой с повышенной скорострельностью, что гарантированно снизит точность прицельного огня. Думаю ли я, что это хреновое оружие? Совсем нет. Я думаю, оно отличное, соответствует своему назначению, прекрасный образец оружейной истории времён Холодной войны. В целом, Визет 58 был настолько превосходный, что после начала его изготовления, ни одна страна, кроме Чехословакии, не производила его в качестве основной винтовки. Я считаю, что это была отличная альтернатива АК, но она никогда не станет чем-то большим. Это была уникальная альтернатива оружию, которая задала мировые стандарты. Так вот, друзья мои, это Визет 58. Теперь, когда вы услышали моё мнение о нём и его сравнение с АК, не забудьте оставить своё мнение в комментариях. Понятно, что сколько людей, столько и мнений, неправильных ответов быть не может, но не забудьте написать в комментариях, доводилось ли вам из неё стрелять. Обязательно подписывайтесь, если вам нравится подобный контент, и до скорого! Увидимся, мои ненаглядные мамкин и ютуберы, в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok